Священнослужители и церковнослужители. В чем разница между ними? Время от времени приходится слышать диалоги вроде «Он в церкви служит?» Нет, прислуживает. Человека, незнакомого с приходской жизнью, такой обмен фразами запросто может ввести в ступор. Прислуживает это как? Как в пьесе у Грибоедова? Служить бы рад, прислуживаться тошно. Нет, на самом деле совсем нет. В приходском лексиконе слово «прислуживать» никакого негативного оттенка не несет. В чем же разница между служить и прислуживать в церковном понимании? Если говорить совсем коротко, разница тут примерно та же, что между мастером и подмастерьем. Один создает нечто, другой ему помогает, и заодно набирается опыта. Сравнение, пожалуй, грубоватое, зато понятно. В церковной иерархии также есть свои мастера и подмастерья. Первые называются священнослужителями, вторые – церковнослужителями. Служебные обязанности у них разные, но дело они делают одно. Мы начнем с первых, то есть со священнослужителей. Священнослужитель – это человек, рукоположенный в священный сан. Рукоположение – это не назначение по службе вышестоящим начальством, а церковное таинство. Первых священнослужителей, апостолов, рукоположил сам Господь Иисус Христос. Те, в свою очередь, рукоположили некоторых из числа своих учеников. Так возникла преемственность, которая продолжается уже почти две тысячи лет. Только вдумайтесь, священнослужители, которых мы видим в храмах сегодня, напрямую связаны с Христом и апостолами через цепочку рукоположений. При желании можно даже точно сосчитать их число. Однако не все священнослужители между собой равны. Они, если можно так выразиться, имеют разный допуск. Всего степеней священства существует три – диакон, священник и епископ. Первый из них – диакон, что с греческого на русский буквально переводится как «служитель». Хотя правильнее было бы перевести как «сослужитель». Ведь диакон сослужит священнику, когда тот совершает таинство, включая важнейшее из них – таинство Евхаристии, в процессе которого хлеб и вино мистическим образом притворяются в истинное тело и истинную кровь Христовой. Не имеющий рукоположения человек помощником священнику в таком деле быть не может, а диакон может, ведь он уже священнослужитель, пусть и стоящий на первой ступени священства. Во время божественной литургии диакон призывает собравшихся к молитве, нараспев, произнося определенные тексты. Ектиния. Диакон за службой, еще и благовестник. Именно в его исполнении прихожане соборных храмов слышат апостольские чтения и, конечно, Евангелие. Кроме того, диакон, как священнослужитель, имеет право проповедовать и наставлять прихожан. В наше время диаконский сан часто принято рассматривать как переходной на пути к священническому. Это не всегда так. Есть священнослужители, которые служат диаконами десятилетиями, становясь со временем протодиаконами, а то и архидиаконами. То есть таким диаконом, который сослужит самому патриарху. Конечно, богослужение может состояться и без участия диакона. Такие службы мы чаще всего и видим. Однако, когда диакон сослужит священнику или епископу, служба будто приобретает другое измерение, становится более торжественной и проникновенной. Во многом по той причине, что диакон, как правило, обладатель звучного голоса. Субтитры создавал DimaTorzok Вторая и самая распространенная степень священства – это, собственно, священник. Избегая тавтологии, назовем его иереем, более опытного, протоиереем, а священника из числа монашествующих – иеромонахом, игуменом или архимандритом. Все это так или иначе священники. Отличаются между собой они, как сказали бы военные, выслугой лет и принадлежностью к черному либо белому, то есть женатому духовенству. Вторая степень священства дает право совершать богослужения, служить молебны, совершать требы, проповедовать и окормлять прихожан, быть настоятелем, участвовать в миссионерской и благотворительной деятельности. Священник имеет право совершать все церковные таинства, кроме одного – рукоположения, хиротония, для которого требуется присутствие епископа. Священники – самая многочисленная часть священнослужителей в любой преемственной церкви. Их достоинство восходит к самому Спасителю, который в христианской традиции именуется первосвященником, принесшим самого себя в жертву за грехи людей и примирившим их с Богом. Священник, как преемник Христа, приносит бескровную жертву за каждой божественной литургии. Наконец, третья и высшая степень священства – епископская. Епископ, будь он архиепископ, митрополит или патриарх, имеет право совершать все церковные обряды и таинства, включая таинство рукоположения, водиакона и священника. Вот только возвести другого в епископы сам он не может. Для этого потребуется как минимум еще один епископ, а лучше – два, по слову Христову. «Где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них». Епископы избираются исключительно из числа черного духовенства, то есть монашествующих, достигших при этом ступени архимандрита. Только епископ имеет право освящать мира. Смесь растительных масел, душистых трав и благовонных смол, используемые в священодействии, а также антиминцы – платы со вшитыми в них частицами мощей мученика, лежащие в алтаре на престоле. Кроме того, епископ – это всегда церковный администратор, поставляющий настоятелей храмов и священников, а также назначающий своим благословением на важные должности в церковном управлении. Отсюда другое название епископа – архиерей, сочетающий два греческих корня – старший и священник. Бывают, впрочем, и векарные епископы, от латинского слова «викариус» – заместитель. Они помогают правящему архиерею в управлении какой-либо части епархии. Архиерейские богослужения, как правило, самые продолжительные и торжественные. За ними епископу непременно сослужат диаконы и священники. Разобравшись со священнослужителями и трех их степенями, обратимся теперь к категории церковнослужителей, или, как говорили раньше, церковных служек. К ним относятся чтецы, певчи и регенты хора, панамари и ряд других должностей. Для их назначения на должность таинства рукоположение не требуется. Достаточно благословения епископа или настоятеля прихода. Церковнослужители в храме исполняют вспомогательные роли. При этом их вклад в благолепие церковной службы совсем не мал. Что за богослужение без проникновенного чтения псалтири, красивого хорового пения или стройного звона колоколов? Одна из самых древних должностей церковнослужителей – иподиакон. Несмотря на свое название, человек, именуемый так, диаконом не является. Он, скорее, помощник диакона. Даже облачения их во многом схожи. Иподиаконы состоят при епископе, помогая ему во время богослужения. Готовят облащения, подносят сосуды для омовения, открывают царские врата, подают двухсвечник и трехсвечник. В старину иподиакон назывался «подьячим», что точнее указывало на его место среди церковнослужителей, а не рукоположенного духовенства. Что же касается священнослужителей, в нашем сегодняшнем видео мы лишь коснулись трех степеней их служения. И вкратце перечислили церковные титулы, которыми они могут наделяться. В наших будущих выпусках мы отдельно расскажем о диаконе, священнике и епископе. И обстоятельно поговорим о том, какие полномочия имеет каждый сан священства. Субтитры создавал DimaTorzok